Испытания пройдены, студенты собраны, софиты включены, самые красивые наряды надеты, итоги подведены. Как прошла ежегодная премия студент года Республики Татарстан, узнаете в сюжете нашего корреспондента. Премия студент года Республики Татарстан 2021 это 18 направлений студенческой деятельности, 360 участников в заочном этапе и 168 участников из 28 вузов в очном этапе. Традиционно в праздник День студента в Казани подводят итоги этой республиканской премии. Премия проходит в 17 раз и каждый раз как в первый, поэтому и атмосфера очень специфическая в зале, потому что это мероприятие не одного дня, а это настоящий марафон и к нему начинают готовиться сразу же после окончания предыдущего. В этом году премия связана с годом цифровизации в Татарстане. Весь концепт концертной программы построен на тематике современных технологий. Помимо этого цифровизация отражена и в формате проведения премии. Организаторы заменили привычные конверты с результатами на цифровые сообщения. Именно победители, объявляющие, узнавали при помощи очков дополненной реальности, QR-кодов и планшетов с паролями. Итак, пароль не сработал. Представители Казанского федерального университета стали лауреатами в 16 категориях, в 10 из которых одержали победу. Так, например, студенческий клуб КФУ стал победителем в номинации «Студенческий творческий клуб года». Первенство в номинации «Творческий коллектив года» забрал вокальный ансамбль «Грейс». Помимо этого, КФУ отличился еще и в таких номинациях, как «Староста года», «Студенческая научная организация года», «Иностранный студент года», «Студенческий совет общежития года» и «Спортивный клуб года». Награду в этой категории забрали казанские юлбарсы. Все люди, которые у нас есть, это более 5000 спортсменов, это больше 200 активистов, это организаторы, это сотрудники, все-все-все мы боролись и будем бороться не только за победу в каждом конкурсе, не только за победу в каждом спортивном мероприятии, но и за то, чтобы спорт выходил за рамки. Помимо вышеперечисленных наград, жюри конкурса отметили КФУ в сфере информационного освещения. Победу в номинации «Студенческая СМИ года» забрали студенты Института международных отношений за их проект «Студия Ай». Это возможность посмотреть, насколько ты вырос. Я не считаю, что это какая-то финальная точка, это больше как такая точка просмотра того, что ты уже достиг. Еще одна не менее важная победа студенты КФУ – это номинация «Интеллект года». Успешно пройдя такие конкурсные испытания, как самопрезентация, научные слэмы и дебаты, первенство забрал студенты Института фундаментальной медицины и биологии. Призовой фонд «Студента года Республики Татарстан-2021» составил 400 тысяч рублей. Это рекордная сумма за историю премии. Помимо этого, впервые сразу три лауреата номинации «Гран-при» получили возможность пройти обучение в любом вузе мира по программе «Алгарыш». Победу в номинации «Гран-при» забрал Рахмаджон Халилов, студент Казанского национального исследовательского технологического университета Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.